Музыка Сегодня приготовим десерт из детства. Торт сказка. Приготовим тесто. Для этого мы взяли сахар, муку, отдельно белок и желток. Здесь 2 желтка, 2 белка, половина порции сахара в рецепте, я укажу полную. И здесь 60 грамм и 60 грамм муки. Значит, сначала мы будем взбивать желтки с сахаром. Желтки вот я в сахар добавляю. Белки мы будем взбивать отдельно. Взбиваем до момента, пока желтки не станут белыми. Ну вот, желтки мы взбили до белой пышной массы. Теперь мы снимаем венчики, моем их, потому что сейчас мы будем взбивать белки. А белки, как известно, нам, чтобы хорошо взбились, посуда должна быть вся чистая, сухая, вымытая. Желтки отставляем в сторону. Принимаемся за белки. Белки выливаем в нашу мисочку. Добавляем щепотку соли. И взбиваем до пышности. Белки мы взбили до пышной пены. Главное, не перевзбейте, потому что они здесь без сахара, без всего. Их очень легко перевзбить, они станут хлопьями. Поэтому, вот они, переворачивайте, никуда не ходят. Теперь мы смешиваем белки с желтками. Если у вас миксер хороший, стационарный, инпланетарный, вы можете взбивать сразу одновременно и белки, и желтки, все вместе, до белой массы пышной. Так как у меня миксер обычный, он так будет взбивать очень долго, поэтому проще взбить отдельно. Вот мы смешали наши яйца. И нам останется добавить только просеянную муку в наше тесто. Сильно долго мы его не вымешиваем, просто стараемся хорошо соединить продукты, чтобы белки не опали. Складываю его такими движениями, чтобы белки не осели. Добавляем просеянную муку. Здесь у меня мало муки, поэтому я все сразу добавляю. И аккуратненько вот так вмешиваем. Вот я разровняла наше тесто. Оно у меня будет очень тоненьким слоем, поэтому пекаться, я думаю, будет не больше 7 минут. Может быть 7-10 минут. Отправляю в духовку. Приготовим сироп для пропитки. Берем практически 1 к 1 воды и сахара. Добавляем воду в сотейник. И всыпаем сахар. Ставим это на плиту. Разгоняем сахар, чтобы он у нас растворился. Доводим до кипения и снимаем с огня. И остужаем. Бисквит готов. Я выпекала его 15 минут. Проверяем деревянной палочкой. Видите, сухая. Можно по диагонали проткнуть. Он тоненький, поэтому он быстро очень готовится. Видите, все сухое. Сейчас я его... Он остынет чуть-чуть. Я его переверну, чтобы немножечко выровнялся этот уровень. И оставлю до полного остывания. Если мы начнем пропитывать горячий бисквит, он у нас станет клёклым. Поэтому нам нужно дождаться его остывания. К бисквиту я приготовила крем Шарлотт. Как его делать, вы можете увидеть в описании под видео. Я дам ссылочку на отдельное видео с подробным рассказом о том, как его делать. Ну а вкратце, здесь у меня заварная часть и сливочное масло. Сначала мы варим на желтках заварную основу, а потом соединяем её со сливочным маслом. Можно заменить и другим кремом. Я думаю, что обычный масляный со сгущёнкой также отлично подойдёт. Бисквит остыл. Сейчас я его подготовлю. Нарежу и срежу края. Сделаем форму в виде полена. Вот так я обрезала, сделала форму полена. Сейчас вот эту крошку я подсушу, чтобы она немножечко подсохла у нас в духовке. И ей будем сверху ещё украшать. Подготовили наши коржики. Бисквитики. Теперь пропитаем их сиропом. Густо, потому что торт сказка. Он хорошо пропитанный. Со всех сторон пропитали сиропом. Так, теперь выкладываем крем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот такой красивый тортик мы приготовили. Он должен пропитаться, настояться. Давайте отрежем и посмотрим, что получилось. Вот такой вот тортик. Вот такой вот тортик. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok